Привет! В ходе этого урока мы с вами познакомимся с OOP на практике. Мы научимся создавать классы и объекты на основе языка Java. А перед началом я бы хотел порекомендовать сайт itproger.com. На этом сайте вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте будет в описании к этому видео. Переходите, не пожалеете. При помощи OOP вы можете описать любой реальный объект из жизни. Например, в прошлом уроке мы разбирали с вами такой объект как робот, а в этом уроке мы давайте попробуем с вами реализовать такой объект как транспорт. То есть мы создадим отдельный класс, который будет описывать у нас некое транспортное средство. В классе у нас будут различные поля, другими словами переменные, которые будут описывать характеристики самого транспортного средства. А далее мы на основе класса создадим несколько объектов, и каждый объект это будет какое-то конкретное транспортное средство. То бишь мы создаем класс, описываем просто общие характеристики, а далее создадим несколько объектов, и каждый объект это уже будет определенный как раз, ну объект определенное транспортное средство. Там например машина бмб или некий грузовик. Ну что-то в этом духе. Для начала нам необходимо создать сам по себе класс. Конечно же классы можно создавать и внутри одного файла, но это полностью противоречит концепции Java, потому что здесь идет такая логика, что вы создаете отдельный новый файл для создания отдельного нового класса. Поэтому здесь у нас есть файл с названием main, здесь есть класс, который так и называется main, и мы давайте создадим еще один новый файл, поэтому нажимаем правой кнопкой мыши на ту же папку, где у нас есть файл main, и создаем новый Java класс. Именно в этом новом Java классе мы пишем наш класс для описания всех транспортных средств. Сам класс можно назвать как угодно, но поскольку я уже говорю, что наш класс будет описывать некие транспортные средства, то давайте мы его так и назовем как транспорт. Называем этот класс и просто нажимаем enter. После этого вы можете заметить, что IntelliJID в автоматическом режиме нам создает этот файл, у него расширение идет .java. Здесь же в этом файле у нас по умолчанию сразу указан package. Вы можете заметить, что package здесь, а также package здесь, они совпадают. И если бы package не совпадали, то в таком случае мы бы просто не смогли иметь доступ к этому классу из класса main. Ну и наоборот, из класса транспорт мы бы не имели доступа к классу main. Но поскольку package, поскольку как бы вот этот пакет, он у нас совпадает, то мы спокойно можем обращаться из одного класса, из одного файла в другой файл. Все будет работать верно. Следующее, что мы здесь с вами можем заметить, так это то, что у нас идет создание самого по себе класса. Для создания класса необходимо прописать модификатор доступа. Буквально через пару минут мы более детально поговорим про модификаторы доступа. Пока просто знаете, мы прописываем модификатор доступа. Далее для создания класса используется ключевое слово класс и указывается название. Название может быть каким угодно, но как я говорил, оно идет уже по названию файла. И обычно название идет в следующем формате. Первая буква в верхнем регистре, остальные буквы идут в нижнем регистре. То есть у нас этот класс создан по всем канонам, по всем канонам названия класса. Далее мы в этом классе можем описать какие-либо характеристики, что будут соответствовать абсолютно всем транспортным средствам. Ну предположим, что у каждого нашего транспортного средства должна быть какая-то скорость. То есть мы можем устанавливать какую-то определенную скорость, например, 200 км, 100 км и так далее. Также у каждого транспортного средства, пускай у нас будет некий вес, пускай у нас будет некий общий цвет, возможно. Ну и пускай у нас еще будет в плане характеристик, это координаты, где находится наше транспортное средство. То есть по сути нам вот здесь, в этом классе, необходимо будет описать 4 переменные. Кстати говоря, в классах переменные, они называются полями. Поэтому если вдруг я буду говорить поле, то знайте, что я имею в виду именно переменную. Просто разница заключается в том, что если мы прописываем переменную внутри некой функции, или же переменную внутри просто вне класса, то соответственно это идет именно как переменная. Но если же переменную записать внутри класса, то соответственно это будет уже поле. Но опять же, поскольку язык Java является объектно-ориентированным, то тут по сути любая переменная это поле. Разницы между полем и переменной нет никакой, просто есть разница в том, где они конкретно у нас находятся. Но по функционалу никакой разницы. Так вот смотрите, нам в этом классе потребуется создать 4 поля. Первое поле, оно будет хранить скорость автомобиля, скорость какого-либо конкретного автомобиля. Второе поле, оно будет хранить вес автомобиля. Третье поле будет хранить цвет автомобиля. Ну и четвертое поле, пускай это будет массив, который будет хранить координаты автомобиля. Конечно же в будущем вы сможете описать и больше различных полей, но мы пока остановимся на вот этих четырех характеристиках, ну и они будут присутствовать, эти четыре характеристики у любого объекта, что будет в дальнейшем создан на основе этого класса. Ну и смотрите, прежде чем создать нам какое-либо поле, мы должны указать модификатор доступа, то есть это вот эта вот штучка, которая вот здесь в самом начале прописана. Существует несколько модификаторов доступа, давайте мы их все сейчас с вами рассмотрим. Существует модификатор доступа public, существует модификатор доступа protected, а также существует модификатор доступа private. Если мы говорим про модификатор доступа public, то это означает то, что если мы его прописали к классу, к методу или же к полю, то в таком случае эта вещь, она становится автоматически доступной отовсюду. То есть если я прописал public к классу, в таком случае я понимаю, что этот класс, он будет доступен из других файлов, из других классов и все будет обрабатываться верно. Если я public допишу к какому-либо полю или же к какому-либо методу, как это вот здесь было сделано, то соответственно это поле, ну или другими словами, это переменная или же это функция, они также становятся доступны из любых других файлов. То есть public, он говорит о том, что вот эта вот вещь, какая-то определенная вещь, она будет полностью открытой и к ней мы сможем получить доступ из любого другого файла. Если мы говорим про модификатор доступа protected, то этот модификатор доступа также можно ставить возле класса, возле переменной или же возле функции. И по сути protected он говорит нам о том, что какое-либо поле или же какой-либо класс или же какой-либо метод, он будет доступен только внутри самого этого класса, а также внутри классов наследников. Ну и поскольку мы еще с вами не изучали такую тему как наследование, то сам вот этот модификатор protected, мы давайте его оставим на чуть попозже. Когда будем изучать наследование, там мы более детально ознакомимся с protected, ну и соответственно поймем на практике, как же и где он используется. Пока будем использовать либо public, либо private. Ну и наконец private. Если мы private прописываем возле класса, возле поля или же возле метода, то тем самым мы говорим, что это у нас некая будет закрытая вещь, это будет у нас закрытая переменная, там закрытая функция или закрытый класс, ну и по факту данное поле, данный метод, он будет виден исключительно в пределах самого этого класса, самого этого файла. То есть если я создам здесь поле или если я создам здесь некий метод, некую функцию и укажу для него модификатор доступа как private, то соответственно этот метод он будет виден только внутри этого класса, а внутри любых других файлов доступ к нему уже будет закрыт. Ну и опять же, чуть позже мы на практике ознакомимся с public и private, на данный момент мы давайте создадим несколько полей и у всех этих полей будет модификатор доступа именно как public. То есть эти поля, другими словами эти переменные, они будут видны из любых классов, они будут видны внутри этого класса и будут видны в любых других классах. То есть на данный момент мы вот давайте такое сейчас с вами реализуем. Итак, как я говорил у нас будет 4 поля, первое поле это у нас даже пускай будет возможно float, вот это у нас будет скорость автомобиля, здесь же можно установить сразу какую-то определенную скорость, но мы устанавливать никакой скорости не будем, просто по той причине, что мы в будущем будем создавать объекты на основе этого класса и у каждого объекта будет своя определенная скорость. Ну и тогда уже при создании объектов мы будем устанавливать саму по себе вот эту вот скорость. Дополнительно здесь же мы возможно давайте сразу еще и укажем weight, то есть weight это у нас будет поле, которое будет хранить вес автомобиля. Также мы здесь давайте укажем еще с вами string color, то есть это будет поле, которое будет хранить цвет автомобиля. И дополнительно мы еще с вами здесь укажем, давайте это у нас будет байт, то есть это будет массив, где у нас каждый элемент идет на основе типа данных байт. И этот массив он будет хранить координаты самого нашего автомобиля, то есть где он у нас находится. На данный момент вот мы создали с вами класс, в этом классе у нас есть 4 поля. И соответственно теперь мы можем по сути создать уже объекты на основе этого класса и для каждого объекта мы сможем присвоить некое значение. Для создания объекта нам необходимо сделать вот что. В качестве типа данных мы указываем название того класса, на основе которого мы создаем сам объект. Вот у меня класс называется transport, поэтому здесь я точно так же прописываю просто transport. Далее указываю название для объекта, название может быть каким угодно, но предположим я уже создаю какой-то конкретный автомобиль и этот автомобиль он у меня BMW, ну или по-простому BMW. Здесь же мы должны выделить память, поэтому мы прописываем new transport, указываются круглые скобки, никаких параметров при создании объекта мы не указываем. Чуть позже в ходе курса мы еще будем указывать параметры при создании объекта, но на данный момент тут просто будут пустые вот такие вот скобки. Ну и соответственно вот и все что необходимо сделать для создания объекта. То есть на данный момент я создал объект, который называется bmb и соответственно этот объект идет на основе класса transport. Что же мы имеем после того, как мы создали вот какой-либо конкретный объект? После того, как мы создали объект, мы можем обратиться к этому объекту и через точку мы имеем доступ ко всем тем полям, а также методам, которые существуют внутри самого класса и которые идут с модификатором доступа public. На данный момент у меня нет никаких методов, поэтому я имею доступ исключительно к полям, другими словами исключительно к переменам. И давайте вот мы сейчас с вами как раз обратимся, ну к примеру, к полю speed и попробуем установить сюда какие-либо значения. Ну предположим, что максимальная скорость будет 250 километров, вот это вот мы значение здесь и устанавливаем. Также возможно мы обратимся к весу и здесь мы укажем, что вот 2500 килограмм. Кстати говоря, вес возможно мы давайте выделим с вами в отдельное поле и это поле будет идти с типом данных integer, ну пускай будет у нас какое-то разнообразие. Ну и здесь конечно же будем устанавливать 2500 килограмм, вот предположим такой вес будет автомобиля. Кроме этого мы обращаемся еще с вами к color, здесь установим какой-то цвет, ну и предположим, что это будет white, то бишь белый. Ну и наконец мы обращаемся еще с вами к координатам и здесь нужно указать, ну получается координаты и для указания координатов мы изначально выделяем память. Также можно установить координаты чуть попозже, но мы давайте вот прямиком здесь установим все значения, ну и координаты у нас пускай будут 0, 0 и 0. Если мы с вами разрабатываем некую игру, предположим, что мы разрабатываем игру, то там конечно же есть плоскость, есть координаты x, y и z и вот мы предполагаем, что по x мы ставим точку 0, по y мы ставим точку 0 и по координате z мы тоже предположим ставим точку 0. То есть наша машинка будет в начале всех координат находиться, вот предположим такая идет схема. На данный момент мы создали конкретный объект, это машина BMW и плюс мы описали все ее характеристики. То есть вы можете заметить, что здесь для этого объекта мы не создавали новые поля, мы просто обратились к нужному нам классу, в этом классе уже были прописаны все необходимые поля, все необходимые характеристики, а мы лишь установили значения. Ну и чем удобно ООП, так это тем, что мы можем создать теперь сколько угодно новых объектов на основе класса транспорт и каждому объекту мы укажем новые значения. То есть по факту мы имеем одно общее место, в нашем случае это класс транспорт, в этом одном общем месте у нас указаны абсолютно все характеристики, а далее мы просто создаем разные объекты, указываем разные значения, но при этом весь общий функционал, все общие характеристики описаны в одном месте. И если вдруг мне потребуется указать некий новый функционал, я не буду для каждого объекта этот функционал дописывать, а я просто зайду в класс транспорт, допишу некий новый метод, например, и этот новый функционал, он будет добавлен для абсолютно всех объектов, что были созданы на основе этого класса. Вот в этом есть и удобство. Ну и давайте мы все-таки создадим еще один некий объект, этот объект это уже пускай будет грузовик, ну и соответственно здесь мы прописываем new transport, то бишь точно то же самое мы прописываем. Создаем объект на основе класса транспорт, просто объект по-новому как-то называем, ну и выделяем память. Далее нам необходимо установить тоже некие значения, предположим мы для начала установим скорость, скорость здесь уже пускай будет максимальная, так как 140,5 километров, предположим, что в этом духе. Далее мы давайте установим здесь еще вес, вес тут уже будет какой-то большой, допустим 5600 килограмм, ну или 5600 тонны. И дополнительно нам еще необходимо установить цвет, цвет наверное будет пускай здесь красный, предположим. И также установим координаты, то есть мы обращаемся к coordinates, здесь мы выделяем память и соответственно сразу укажем все координаты. И координаты у нас здесь будут такие, пускай по x у нас будет 100, по y 0, а по z координате тоже пускай будет 100. Ну предположим, что вот в каких-то других немного координатах у нас будет находиться сам по себе этот объект. Ну и что мы можем вообще делать теперь с этим объектом? Конечно же мы можем работать с этим объектом, как будто это обычная некая переменная. То есть вот мы захотели, мы установили какие-то новые значения, да. Если мы захотим, мы можем вывести эти значения на экран, можем проделать различные математические операции, можем все это закинуть в какие-то там циклы и тоже как-то это перебирать. Ну в общем-то мы можем делать здесь абсолютно все то же самое, что мы проделывали ранее с обычными переменами. И вот предположим, если я хочу вывести информацию относительно грузовика, то есть вот давайте так мы напишем track speed. И здесь если я хочу вывести скорость грузовика, то я обращаюсь к track, обращаюсь к его скорости и соответственно это будет выведено. Также возможно хочу вывести еще скорость bmw, bmw speed и здесь соответственно мы просто обращаемся к другому объекту и обращаемся тоже к полю speed. Если это все запустить, то на данный момент мы заметим, что несмотря на то, что мы используем один и тот же самый с вами класс и несмотря на то, что мы используем как бы одно и то же самое поле, но значение у нас будет отличаться, то есть для грузовика у нас будет выведена скорость как 140, а для bmw выведена скорость как 250. То бишь мы по факту используем с вами одно и то же самое поле, вот это вот поле speed, но при этом поскольку мы создали два объекта, то по сути у нас вот эти вот значения они не накладываются друг на друга, а сохраняются под каждый определенный объект. То бишь в чем сейчас удобство в том, что мы просто описали все характеристики в одном месте, теперь мы создали два объекта, в будущем можем создать хоть 200 разных объектов и все общие характеристики все равно будут описаны в одном месте. Потребуется дописать еще какую-то дополнительную характеристику, то я не буду ее дописывать каждому объекту по отдельности, а просто зайду например в класс транспорт, здесь допишу некий новый метод и все у нас сразу обработается, у нас для всех объектов будет написана некая новая функциональность. В этом и есть удобство OOP, в том, что мы как бы структурируем все данные и весь функционал он описан в одном месте. Ну и дополнительно мы давайте еще с вами сразу же рассмотрим, в чем отличие между public и private. Вот на данный момент у меня здесь все идет с модификатором доступа public, ну и конечно же, если мы используем модификатор доступа public, то мы можем просто через точку обращаться к какому-либо полю или же к какому-либо методу, и мы будем иметь к нему доступ, мы сможем установить туда данные, мы сможем вывести эти данные и так далее. Если же я предположим, вот давайте для wait укажу модификатор доступа как private, то в таком случае, видите, у нас сразу появляются две ошибки, и эти ошибки, ну если вот на них нажать, то они связаны с тем, что мы как раз пытаемся установить скорость вот здесь, да, но при этом это невозможно сделать, потому что модификатор доступа у нас теперь private, а private он говорит нам о том, что мы не можем вот так вот через точку, через объект получить доступ к какому-либо полю. То есть вот здесь уже возникает ошибка. Если же я, допустим, здесь все-таки укажу public, а, например, для скорости наоборот укажу speed, то в таком случае у нас ошибка будет возникать в следующих местах. Так, вот здесь при установке скорости у нас возникает ошибка, а также при попытке получения данных из самого этого поля у нас тоже будет возникать ошибка. То бишь, private от public заключается тем, что private это полностью защищенное поле, или же полностью защищенный метод, ну или же полностью защищенный класс, к которому мы не будем иметь доступа из других файлов. То есть я могу спокойно к этому полю обратиться вот здесь, в пределах этого класса, в этом не будет никакой проблемы, если я вот здесь, в пределах класса, обращусь к этому полю. Но если я попытаюсь к этому полю обратиться внутри других классов, через объекты, например, то, конечно же, будут возникать ошибки. Мы на данный момент давайте укажем с вами значение public. Чуть позже мы, возможно, перепишем эти модификаторы, и все-таки они у нас будут идти с модификатором доступа private. Но на данный момент давайте пускай будет public. Теперь же внутрь нашего класса мы давайте добавим еще какие-либо методы, так как на данный момент наш класс уж слишком прост, и все, что в нем есть, это просто поля, другими словами, перемены. Мы же давайте добавим некий новый функционал за счет добавления новых методов, или другими словами, за счет добавления новых функций. По факту в будущем вы, когда будете разрабатывать ваши собственные классы, то при добавлении новой функции, при добавлении нового метода, вы действительно сможете дописать абсолютно некий новый функционал для всех ваших объектов. Вот, например, сейчас мы можем реализовать некий метод, который будет позволять всем нашим автомобилям двигаться. Если бы мы разрабатывали игру, то там, по факту, мы бы могли просто создать такой метод, который бы менял координаты наших объектов, и, например, за счет какого-то определенного метода, координаты нашего объекта, они бы смещались на единицу вперед, и тем самым наш объект как бы двигался бы тоже вперед. Но поскольку мы просто не создаем сейчас игру, поскольку мы рассматриваем все абстрактно на примере, на простом примере, то мы давайте создадим сейчас тоже простые методы, которые в нашем случае все, что будут делать, так это просто будет позволять нам устанавливать полностью все значения для всех этих полей, а также мы создадим еще один метод, который позволит нам вывести все значения всех вот этих вот полей. Итак, для создания метода мы прописываем абсолютно все точно то же самое, что и мы прописывали ранее при создании функций. То есть нам необходимо также указать здесь модификатор доступа. Мы указываем с вами public просто по той причине, что я хочу иметь доступ к этому методу из других классов. Если я не хочу иметь доступ к этому методу из других классов, то, соответственно, конечно же прописываем здесь private, но мне нужен доступ, поэтому прописываем public. Здесь же нам не нужно уже прописывать static, просто по той причине, что на данный момент я хочу, чтобы этот метод он не принадлежал классу в целом, а принадлежал к каждому объекту. Ну и понять, что я сейчас сказал, возможно, достаточно сложно. И не заморачивайтесь на данный момент, так у нас будет просто отдельный урок по модификатору static. Там, соответственно, мы поговорим о нем более детально. На данный момент мы давайте просто не пишем static, вот это вот ключевое слово. Чуть позже мы его изучим, пока просто его не пишем. Так вот, смотрите, все, что нам нужно прописать, это модификатор доступа. Это может быть public, protected или же private. Ну, мы выбрали, что мы используем public. Далее нам нужно указать возвращаемый тип данных. Если функция ничего не возвращает, то просто прописываем void. В нашем случае так оно и есть. И далее мы давайте назовем наш метод, пускай он будет называться как setValues, то есть установка значений. Здесь же нам необходимо прописать все те параметры, которые мы будем получать. По факту я буду получать 4 параметра. Это будет скорость, вес, цвет, а также координаты. И далее вот эти вот те параметры, которые мы получим, мы будем их устанавливать в сами вот эти вот поля, которые есть в нашем классе. Ну, и здесь мы давайте укажем, что мы будем получать скорость. Также мы будем с вами получать вес. Дополнительно мы будем с вами получать строку. Это будет цвет. Ну, и, конечно же, мы будем получать с вами массив координат. Он, пускай так и будет называться как coordinate. Вот такой вот метод у нас получается. И все, что в этом методе мы будем с вами делать, так это мы будем обращаться к скорости, которая есть вот здесь. И в нее мы будем устанавливать ту скорость, которую мы получаем вот здесь. Ну и вы можете заметить, что в данном контексте у нас происходит немного непонятная вещь, потому что даже мы самостоятельно не можем понять, к какой конкретно скорости вот здесь мы обращаемся и к какой конкретно скорости мы вот здесь обращаемся, поскольку названия одинаковые, то просто не понять к чему и где мы обращаемся. На данный момент мы давайте выйдем из ситуации следующим образом, мы просто вот здесь для каждого параметра внизу поставим нижнее подчеркивание, вот таким вот образом, таким образом мы получим то, что вот здесь я уже обращаюсь конкретно к вот этому полю, а здесь я уже обращаюсь к параметру, потому что у него есть нижнее подчеркивание, то есть это уже как бы разные названия, ну и мы вышли из этой ситуации. Чуть позже мы еще изучим такое ключевое слово this и там соответственно все это станет немножко более простым, но на данный момент давайте вот выйдем из ситуации именно таким образом, то есть здесь мы просто устанавливаем для всех наших полей какие-либо определенные значения, соответственно к color мы устанавливаем тоже color и для координат мы с вами устанавливаем те координаты, которые получаем вот здесь. Все, то есть этот метод он у нас теперь завершен. Дополнительно давайте создадим еще один метод, он пускай уже будет называться как getValues, название у этих методов может быть конечно же каким угодно, ну и этот метод пускай уже что-либо возвращает, он пускай будет возвращать нам строку, да, чтобы он ничего не, ну чтобы он хоть что-либо он нам возвращал. И здесь мы давайте сразу с вами пропишем возможно ключевое слово return, то есть мы скажем, что сразу мы что-либо возвращаем из этого метода и тут мы опишем некие характеристики. Давайте мы например опишем вот что, object speed, мы вот так укажем object speed, дальше мы укажем скорость автомобиля, для этого мы просто обращаемся здесь к speed. Дополнительно мы давайте укажем weight, то есть это будет вес автомобиля, ну и здесь обращаемся к соответствующему полю. И дополнительно мы давайте еще здесь цвет укажем и здесь будет конечно же color. Вот только нам этого всего не хватает, нам еще нужно выводить координаты, поэтому мы давайте сделаем вот что, мы создадим с вами строку, она у нас будет называться возможно info. В эту строку мы поместим полностью всю вот эту вот информацию, которую мы прописывали, а также дополнительно я бы хотел создать цикл for, и в этом цикле мы просто переберем все наши координаты, то есть int i равно 0, i меньше чем количество элементов в массиве координаты, да, и i++, вот такой у нас будет цикл. И здесь же в этом цикле я просто хочу получать все наши координаты и записывать их в некую новую строку. Давайте мы еще одну возможность здесь создадим строку, она будет называться здесь info coordinates, например, что-то в этом духе. И поначалу она у нас будет возможно пустой, или же пускай она возможно не будет пустой, а пускай здесь будет написано coordinates, и плюс будет еще перевод на новую строку. Далее, что я хочу сделать, я хочу просто обращаться к этой строке, и к ней же, постоянно к текущему ее значению, хочу добавлять новые координаты. Ну и координаты мы будем добавлять в следующем формате, то есть мы будем обращаться с вами к coordinate, и дальше мы будем обращаться к текущему элементу по индексу i, и плюс мы будем с вами выполнять просто переход на новую строку. Вот, в общем-то, и все. И далее все, что мне необходимо сделать, так это указать то, что мы выводим info, и дополнительно мы еще выводим info coordinates. Итак, теперь давайте объясню, что же я здесь понаписывал. Смотрите, логика заключается вот в чем. У нас есть переменная info, и в этой переменной у нас просто будут записаны все те поля, которые у нас не являются массивом. То есть вот мы выводим скорость, мы выводим вес, а также вводим цвет автомобиля. Дополнительно мы создаем еще одну переменную. В ней изначально мы прописываем просто слово coordinates, а также выполняем перевод на новую строку. Далее мы создаем цикл. Кстати, здесь можно удалить фигурные скобки, потому что одна строка кода. Вот так вот, мы создаем цикл, и в этом цикле мы просто перебираем полностью весь наш массив координаты. И далее мы к текущей нашей строке, к строке info coordinates, мы добавляем каждый элемент из самого этого массива, плюс в конце делаем перевод на новую строку. Таким образом мы получим то, что у нас будет выводиться coordinates, и дальше с новой строки у нас будут выводиться все координаты. Например, 0, 0, 0 или же 100, 0, 0, вернее 100, 0, 100. Вот эти координаты, которые здесь установлены. Ну и теперь все, что нам остается сделать, так это просто, по сути, обратиться к этим методам и попробовать их в действии. Давайте мы с вами сделаем вот что. Мы давайте для BMW здесь укажем вот что. Мы обратимся к setValues, вот этому методу, и здесь просто укажем все вот эти вот значения, которые у нас были ранее установлены по одиночку. То есть 250 и 5, дальше 2500, также цвет укажем, возможно это будет тот же самый цвет white. И дополнительные координаты установим, здесь уже давайте скопируем и просто их сюда прописываем. Вот эти вот все вещи я теперь спокойно могу закомментировать, так как они мне больше не нужны. И еще один момент, вот эти подсказки, вы их не переписываете, они проставляются автоматически самой средой разработки, их прописывать вам не требуется. То есть они подставляются автоматически. Ну и также мы давайте еще здесь обратимся к BMW и обратимся к методу getValues. GetValues он сам по себе возвращает нам определенную строку, поэтому мы давайте создадим некую строку, res1 она пускай будет называться. И далее мы просто через system.out мы выведем саму эту строку. Вот такая у нас будет идти логика. А для нашего второго автомобиля мы давайте наверное с вами сделаем вот что. Мы данные будем устанавливать вот так вот по одиночку. То есть мы уже не будем использовать setValues. Хотя конечно же его можно было бы использовать, но мы предположим, что не будем уже использовать. Единственное, что мы здесь будем использовать, так это мы давайте будем использовать метод getValues. То есть мы обращаемся к нашему объекту track и здесь мы просто в новую переменную устанавливаем значение, которое получаем из метода getValues. И потом это значение выводим на экран. В общем-то, если это все сейчас запустить, то мы заметим с вами интересную вещь. У нас действительно будет выводиться полностью вся информация относительно всех наших объектов. Вот только немного вот здесь не особо красиво получилось. Ну и давайте мы это с вами исправим. Чтобы это исправить, мы возможно вот здесь в конце первой нашей строки будем устанавливать точку, а также будем выполнять перевод на новую строку. Давайте мы еще раз теперь запустим. Ну и здесь после цвета у нас будет точка и перевод на новую строку. Да, как теперь, ну то есть теперь выполняется это все как и должно быть. То бишь, что мы получили? У нас есть два объекта. Для первого объекта мы вызываем метод setValues и как раз через этот метод устанавливаем полностью все значения. Также вызываем getValues и вводим полностью все эти значения. Вот мы для объекта BMW можем заметить, что все значения были установлены, а также все значения были выведены. Для второго объекта мы делаем, ну по сути, то же самое. Просто здесь мы уже обращаемся конкретно к нашим полям и устанавливаем значения напрямую в них. То есть без использования метода, просто напрямую в поля мы устанавливаем значения. Далее мы также вызываем getValues и опять же мы получается выводим полностью все данные. В чем опять же заключается удобство OOP? Так это в том, что я дописал всего лишь два метода вот сюда, в сам класс. И оба эти методы, они стали доступны для всех наших объектов. Что для объекта BMW, что для объекта track, эти методы стали доступными. И мы сразу получили новый функционал, что для первого, что для второго объекта. Если бы не существовало концепции OOP, то мне бы пришлось для объекта BMW дописать два новых метода. А также для объекта track мне бы тоже пришлось бы дописать два новых метода, чтобы добавить просто функционал по установке и по выводу информации. Но поскольку мы имеем один общий класс, мы прописываем внутри него полностью весь функционал, полностью все поля. И дальше мы можем спокойно создавать объекты и все объекты будут иметь полностью весь необходимый функционал. В этом и заключается максимальное удобство OOP классов и объектов. Ну что же, в ходе этого урока мы с вами научились создавать классы, а также научились создавать объекты на основе этих классов. Надеюсь урок вам понравился, если так, то не забывайте подписываться на канал, а также вступать в наши соцсети. Все ссылки на них будут в описании к этому видео. У меня же на этом все, до скорых встреч, пока!